Если не заниматься переработкой, количество полигонов будет расти. От этого пострадают почва и воздух, а количество токсинов превысит допустимые значения. В Урае стараются повысить количество перерабатываемого сырья. Мы стремимся к увеличению. Мы отрабатываем новые приемы работы и стараемся увеличить этот процент. Поменяли кое-какие моменты в технологии работы по сортировке взаимодействия с перевозчиком, взаимодействия с нашей транспортной службой. Цель одна – это сохранить экологию и увеличить срок службы полигона, естественно, и как можно больше вовлечь во вторичную переработку того сырья, которое можно вовлечь. Прежде чем попасть на заводы по переработке, вторичное сырье проходит несколько стадий подготовки. Ежедневно на сортировочный комплекс приезжают 8 мусоровозов. Подходы, а это порядка 33 тонн, выгружаются на площадку. С помощью погрузчика отправляется на конвейер, а затем на сортировочную линию. Здесь происходит уже ручная обработка. Ну, естественно, бумага. Бумага, да, всех видов. Пленка, стекло, пластики нескольких видов, алюминиевая банка. Дальше они проходят процедуру прессования. Формируется транспортная партия и отправляется уже переработчикам непосредственно на переработку. Сегодня в Урае установлены контейнеры для влажных отходов, которые не подлежат переработке, и баки для сухого мусора. Вот как раз ему и можно дать вторую жизнь, вместо того, чтобы захоранивать землю. Задача жителей – рассортировать свой мусор на две части. В один бак складывать пластик, картон, стекло и бумагу. В другой – пищевые отходы и средства личной гигиены. Не нужно смешивать сырье, пригодное к переработке, с пищевыми отходами. Это позволит увеличить процент излучения из общего потока. Екатерина Кузьмина, Александр Кашкин. Наши города.